Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат С вами на связи мастер Фида Максим Амариев Сегодня мы посмотрим с вами пятый тур турнира претендентов После которого Леон Аронян сказал Я не могу понять, как я мог сыграть Ферзь Д8 Давайте посмотрим, что же произошло в его партии против Александра Грещука Мы начнем, наверное, с партии Карлана Корякин Поехали, партия не самая боевая получилась, но мы ее посмотреть должны Д4, конь Ф6, С4, Е6, у нас каталон Очевидно, что Сергей Карякин был хорошо готов в дебюте Потому что действовал очень уверенно, быстро И самое главное, точно Вот здесь он провел важную скрывающую операцию, разменную С5 Активизировал своего слона После ДС конь А6, пешка отыгрывается Но на С6 просто Ладья Ц8 сыграем Пешка там будет съедена Поэтому Конь Б3, слон Е4 В стиле Каспарова такой маневр Напали на Ферзя, чтобы он поле Д1 не контролировал И не было хода Ладья Д1 затем На Ферзь Ц3 Ладья Ц8 И здесь начинаются тотальные размены Сели на Ф3, сели на Е3 Уничтожилась пешка на Ц5 Ну и здесь получился вот такой вот Можно уже сказать эншпиль С разноцветными слонами Где у Черных даже поприятнее То есть Корякин полностью уравнял по дебюту Получил чуть лучшую позицию Но решил ее не катать Потому что позиция, объективно говоря, ничейная Ну и здесь они согласились на ничью Следующая партия, которая также не произвела большого впечатления Это Дин Лежень, Шахрияр Мамедьяров Д4, Конь Ф6, С4, Е6 Тоже каталон у нас Взял он С4, Шахрияр Играет А6 Это одна из основных линий Слон Д7 Слон переходит на С6 Конь на Д7 Ну и вроде бы черным тесно Но они здесь постепенно раскручиваются Играет А5 Чтобы зафиксировать поле Б4 Для своих фигур Поменял чернопольных слонов Чтобы побольше пространства было здесь Потому что тесно было И вот здесь небольшая ловушка На Конь БЦ7 будет Конь Б6 Давайте я в сторону отведу Будет Конь Б6 С нападением на Ферзя и на Коня Поэтому Шахрияр играет Точнее Дин Лежень играет Ферзь С2 И здесь начинаются размены Слон Бет Ф3, Слон Ф3, С6 Пешка на Д7 не висит Слон упирается в пешку С6 Конь Б6 Конь у нас переходит на Д5 И затем на Б4 Плюс пешка Д4 висит Поэтому Е3 Е5 Скрытие линии Д Здесь Шахрияр начинает Надвигать пешки на королевском фланге Ну а Дин Лежень захватывает линию Д Произошел размен Аж 5 Ладья Д4 Согнали ладью Ну и здесь согласились на ничью Потому что после ладья Д8 Позиция абсолютно равная Может даже у черных поприятнее Но Шахрияр решил просто отдохнуть Не мучать ни себя, ни соперника И поэтому здесь они согласились на ничью Веслицо Владимир Крамник С4 Е6 Конь Ф3, Д5 Крамник вчера обидно проиграл И сегодня хотел победить Всю партию поддавливал Слон Б4 шаг Разменчик Здесь черные уравняли И кажется, что единственное, о чем они мечтают Это быстренько согласиться на ничью И отправиться домой отдыхать И на прогулку по Берлину Но Крамник не хотел гулять Он хотел уничтожить Веслицо Вот правда здесь Веслицо отказался от ничьи О чем наверняка потом пожалел Крамник вот так замучил А6 Д5 Белые создали себе опасную проходную Но Крамник точными движениями ее обезвредил Слон А6 Такая разменная операция Поменялись лошадки Слон С2 Здесь после ладья С1 был ход Ферзь Б2 Может быть более интересный Но слон Ф5 тоже нормально Здесь позиция не выходит за рамки равенства Ж5 Пешку брать, конечно, нельзя Из-за Ферзь Б2 Ф7 Поэтому Ж5 следует Пешка исчезла опять Ферзь Д1 Слон Д7 Ферзь Д5 Король Ж7 Давит на пешку Ф7 здесь Веслицо Пешка Д вроде опасная проходная Но Крамник все удерживает И здесь Весли решил поменять пешки И думал согласиться быстро на ничью Но Крамник продолжает давить Х5 Х4 Зафиксировал пешки на королевском фланге Ферзь Д7 Ф6 Создал красивую себе такую структуру Но он на этом не думает Останавливается Он ищет, как можно улучшить свою позицию Выжимает все соки здесь Ф5 Потому что уже нечего было улучшать Двигает пешки вперед Защитил он Ж5 Хочет продвинуть Ж4 Веслицо мешает Залезает в тыл Хочет объявить уже вечный шаг При случае даже вечный мат здесь Ферзь Х8, Слон Х5 Ну например на какой-нибудь такой вот вариант Скажем Ф4 Коперативщик покажу Вот такой мат при случае может получиться Поэтому Ферзь А1, КРНХ2 Ферзь А3 Ферзь Д8 шаг Ферзь Е7 Вроде бы пешку съел здесь Владимир Крамник Но Веслицо ее отыгрывает Нет возможности ее держать Вот здесь например Если играть Король Е5 То просто Ферзь Б8 И пешка съедается На КРЖ6 Ферзь Е8 И пешка съедается На КРФ7 просто масло Наш 5 Поэтому Ферзь Е7 Здесь был вариант Но он ничего не дает После Ферзь Х8 Приходится его так повторить Поэтому Крамник В этой позиции Играет КРЖ6 Ферзь Е8 Забрал пешку Веслицо И после Ферзь Е7 Соперники Наконец-то согласились На ничью Следующая партия Аронян Грещук Вот эта партия Конечно Жаркая Д4 КНФ6 С4 Ж6 Ф3 Это у нас получилась Защита Бинони Ну как сказал Максим Чигаев Модификация В итоге Варианта Земеша Сторонидийской защиты Здесь Черные забрали на Д5 Слон Ж7 Конь Е2 Конь Ж3 Так играют Чтобы затруднить Затем продвижение Пешки на поле Ф5 Х5 Вызывает огонь на себя Белый конь Конь Х7 Тут уже Грещук начал задумываться Вот над этим ходом Думал почти 9 минут Слон Ф4 А Леон играет Очень уверенно здесь Очень быстро Нападает на пешку Ферзь Е7 защитили Ферзь Д2 Х4 Ж5 Слон Опять же вызвал огонь на себя Грещук не удержался И на него напал Но пешки назад не ходят И это ослабление В дальнейшем сыграло свою роль Конь Е5 Ж3 Слон Д7 Ход не точный Здесь лучше было сыграть Ж4 Что такое Что ты издеваешься Дай ход сделать Что ты творишь Вот здесь вместо Слон Д7 Надо было Ж4 играть Грещуку И затем На Ф4 Конь Ф3 шаг Вот такая Разменная операция Может эта пешка И потерялась бы В дальнейшем Но зато Здесь хотя бы Не было бы проблем С этим конем Побольше пространства У черных фигур Ну и плюс Нет белопольного слона У белых Белые поля слабы То есть это было бы Нормально Было бы Динамическое равновесие После Слон Д7 Ж4 Вот здесь надо было Опять же Ж4 сыграть Последняя была возможность И пойти вновь На этот вариант Пешка на Ж4 Бы отыгралась там Ну вот Ж4 Сыграл Грещук И здесь у него Неожиданно возникла Тяжелая Стратегически Плохая позиция После Ладья Ж1 Ф5 Он таким образом Защитил слона И Лимон Аронян Действует точно И принципиально Ф4 Нападает на коня После коня Ж4 Е5 Сильнейшее продолжение На ДЕ Д6 Вот такой клин Неприятный После ферзи 6 Конь залезает на Б5 Грозит конь С7 Поэтому Грещук Играет Ладья С8 Отдать качество Уже готов Белый забирает Качество Еф И здесь Лимон Аронян Приподнял Блестящую идею Но завернутую В неправильную Упаковку Оформила она Была Неверно Он собрал Ладья Д1 Точнее было Сделать длинную Рокировку Идея точно такая же Но здесь еще Король Белых чувствует себя В безопасности Сейчас вы поймете В чем разница После Ладья Д1 Конь Ж5 Это точнейшее решение От Грещука Все дело в том Что на ход ФЕ Был заготовлен Хитрейший ответ Ферзь бьет Д7 И на ферзь Д7 Слон Б5 Нельзя брать Ладью Потому что Ферзь связан Но на взятие Слона Белый проводит Ферзя с шахом Затем забирают На Ф5 На Ж4 В общем Позиция Проигранная Становится у черных Когда на пресс-конференции Ливону сказали Что после Ладья Д1 Равенство А после Длинной Рокировки У белых Плюс 3 То есть абсолютно Выиграно У него была Следующая реакция И вот какой вариант Он привел Свою защиту После Длинной Рокировки Не проходит Вариант О котором Мы говорили ФЕ И красивейшая Жертва Ферзя Ферзь бьет Д7 Потому что После Ферзь Д7 И слон Б5 Здесь у черных Находится промежуточный удар Слон Бьет Б2 Шах Король Должен уйти на Ц2 Ну потому что Если на Б2 Забирать То тут Слон просто С шахом Съедается Это совсем плохо Поэтому Король Ц2 Ферзь Б5 Ферзь Б5 Тем не менее И здесь После того Как белые Провели Ферзя Черный Король Постепенно Покидает Поле боя Скрывается За своими Фигурами А вот Белый Король Здесь уже Начинает Страдать Позиция Выигранная Для черных И вот Поэтому Леон Отказался От варианта Длинная Рокировка Но он Не заметил Что На ФЕ Здесь был Другой Вариант Конь Бьет Е3 Например Если этого Коня Забирать То следует Красивый Вариант С8 Ферзь Ферзь Д8 Слон Н5 Ну и Просто Матуем Надо Ферзя Отдавать Здесь У белых Выграно А если Ж играть Слон Д4 То Леон Считал Следующее После Конь Бюджи Четыре Черные Забирают Пешку На А2 И здесь У белых Опасная Позиция С этим Диагнозом Он Казался Прав Но ошибся С ходом Конь Ж4 Он был Далеко Не единственный Здесь Выигрывал Ход Конь Бьет Ф5 И что Делать На Ферзь А2 Просто Съедим Этого Слона А на Ферзь Бьет Ф5 Слон Бьет Ж4 У черных Голый Король А у белых Король В безопасности И позиция Абсолютно Выигранная Конь Ж5 Точнейший Ресурс И выясняется Что здесь Не все Так просто С8 Играет Леон Аронян Чтобы дать Шаг По 8 Ряду Ферзь С7 И здесь Уже ошибается Грещук Он играет Король Ж8 Грубый Просчет Надо было Играть Ферзь Е7 И после С4 Найти Точнейший Ответ Король Ф6 Все дело В том Что нету Хода Слон Е6 Из-за Ладья Д7 И нельзя Забирать Ладью Потому что Здесь Слон Связан Черные Остаются Без Ферзя Вот такой Вариант Есть Король Идет На Е8 У Черных Все В порядке Но Кстати Оба Шахматиста Оценили Вот эту Позицию С большим Перевесом За Белых О чем Сообщили На Пресс Конференции Но Они Ошибались Здесь Оценка В пользу Черных Они Без Качество Но Сильная Компенсация И грозит Отыгрыш Этого Качества С помощью Хода Конь Ф3 Плюс Пешка На Который И Сделал Львона Ронян Ферзи Ф7 И тут Просто Произошли Какие-то Чудеса Львона Ронян Вместо Того Чтобы Съесть Слона С шахом Я не знаю Может Промахнулся Просто И сыграл Ферзь Д8 Ну Вообще Жесткий Просчет Я даже Не знаю На что Он рассчитывал Просто Ферзь С8 Просто Выигран Забираем На Ц5 Здесь Выигрыш Элементарный Например На Король Ж8 Даже Слон С4 Можно Ферзя Выиграть Еще Вот Настолько Легкий Выигрыш Был Все Были В шоке Я не знаю Как Львона Ронян На пресс Конференции Оправдается Я ее Конечно Внимательно Посмотрю Потом И я ее Посмотрел После Ферзь Бьет С8 Львон Опасался Следующего Варианта Король Х7 Ферзь Бьет С5 И черные Здесь Могут Просто Поставить Вилку Конь Е4 После Чего Отыгрывают Качество Но Здесь У белых Есть Единственный Правильный Ход После Которого Они Побеждают Сейчас Вам Нужно Поставить Видео На паузу И найти Это Выигрывающее Продолжение Итак Дорогой Друг Я надеюсь Что вам Удалось Найти Выигрыш С Львона Роняна Который Он Сам Не Смог Найти Во Время Партии Это Ход Ладья Бьет Ж4 Выясняется Что За ферзя Белые Получают Полный Комплект Фигур После Комби С5 Ладья Бьет Аш4 Шах Ладья Д8 Шах У черных Единственные Ходы Ладья Аш8 И Слон Бьет С5 Слон На Ф8 Также Погибает Но В результате У черных Ферзь Против Четырех Фигур Белых Абсолютно Безнадежная Позиция Но Все же Издалека Вариант Ладья Бьет Ж4 Можно Подземнуть Хотя Конечно Шахматист Уровня Ливона Должен Находить Его Элементарно Просто Сказалось Нервное Напряжение Ну а На Абже Здесь Последует Слон Д3 С подвязкой Коня Вот После Ферзь Д8 Грещук Начал Зачищаться Блестяще Ферзь Ферзь Ф8 Ну и На взятие Коня На G5 Зависает Ладья Может быть Это Зевнул Ливона Ронян Но это Странно Он здесь Продумал 20 минут Практически А вот Грещук Играл Уже На падающем Флажке Слон Ф4 Конь Е6 Слон С4 Подвязали Коня Размен Ферзей Король H7 Поменяли Ладьи Слон Д6 Ну и тут Вообще Позиция у Черных Не хуже Оценка Движка Минус Что-то Вот Коня Не хватает Я смотрю Что Конь Исчез Просто Слон Д6 Конь Ж5 Вот Лишнее Качество Вот такая Позиция Ладья Ж2 Грозила Конь Ф3 С выигрышем Качества Поэтому Ладья Ж2 Сыграно Конь Е4 Ход Не самый Точный Ход Логичный Напали на Слона И пешку Защитили Но сильнее Было Сыграть Б6 Защитили Пешку Плюс Хотим Слона Развить На Б7 А Конь При Случае Готов На Ф3 Прыгнуть Плюс Не Даем Белым Сыграть Х3 Пока Что Конь Это Поле Тоже Контролирует После Конь Е4 Слон Б8 Точный Ответ От Львона Ароняна Пешка Подвисает Следует Слон Д4 Вырезает Коня Белых Потому Что Они Уже Хотели Как То Его Активизировать Сыграть H3 Потом Конь Е3 Сыгран H3 Конь Е5 H4 Ход Не Совсем Точный Потому Что Конь На Е5 Идет С темпом Нападая На Слона Слон Д5 И Здесь У Александра Грещука Был Жесткий Цветнот И Он Решил Сыграть Практично И Сделать Несколько Шахов Чтобы Дойти До Срокового Хода Здесь У нас 38 Ход И Грещук Играть Конь Д3 Точнее Сограть Слон Бет Б2 Выигрывая Пешку На Ладья Б2 Конь Д3 Вилка Есть Здесь Белые Просто Проигрывают Ну а так Черные Забирали Очень важную Пешку И Позиция Здесь У них Отличная А вот После Конь Д3 Король Е2 Ну вот Здесь Надо было Пешку Забрать Конь Бет Б2 Все Было Прекрасно Вот Такой Вариант Примерный Есть Поменялись Слон Д7 Ну Затем Слон НC6 Идет Черные Играют На победу Здесь У них Минус Плюс Столбик Оценка Пешек Много Но Грещук Решил Сыграть Практично Дойти До Сорокового Хода И Прошел Мимо Выигрыша Здесь Следует Конь Д2 Конь Ф6 Слон Ф3 Конь Е4 Конечно Не было Сыграно Здесь Они Согласились На ничью Последовало Комбит Б2 И С4 Ну И здесь У черных Все в порядке Пешек Мало У белых Осталось Пешка На h3 У них Только Есть Я не знаю Чем пешки Исчезают Пешек Мало Осталось Можно было Поиграть Но соперники Настолько Истрепали Свои нервы Что решили Уже Не рисковать И Спокойно Согласиться На ничью И в результате Все партии Пятого Тура Закончились С ничью Но это Не говорит О том Что соперники Хотят Скромно Ожидать Финала Каждый Хочет Выиграть Этот турнир И выйти На матч Против Магнуса Карлсона Но кому Улыбнется Удача Мы узнаем Совсем Скоро А я вас Благодарю За внимание Ставьте Лайк Если вам Понравилось Это видео Подписывайтесь На канал Чтобы не пропустить Обзоров Турнира Претендентов Также Подписывайтесь На телеграм Канал Чтобы не пропустить Анонсы Будем транслировать С Гроссмейстером Поруховым Анатовым Но кроме этого Рекомендую вам Скачать книгу 21 критическая ошибка Мечка в шахматах Потому что Книга стоящая И вы не пожалеете О ее прочтении А я вас Еще раз Погадаю За внимание И до встречи На данной трансляции